друзья наконец-то я рада приветствовать вас на своей кухне на своем youtube канале и как я и обещала первое что мы сделаем это приготовим сырники я считаю что рецепт этих сырников он идеальный он очень простой и абсолютно без проигрышный поэтому предлагаю приступить готовки прямо сейчас поехали во первых конечно же нужно убрать волосы они не к чему на кухне совершенно легким движением руки в данном случае берем хосынку и избавляем себя и других людей от ненужных сюрпризов в общем так гораздо лучше ингредиенты что нам понадобится нам понадобится две столовые ложки муки одно яйцо полкило творога две столовые ложки сахара и ваниль на кончике ножа все далее миска и вилка я даже миксом не пользуюсь ну и сковородки и как это принято в приличных кулинарных видео да я продемонстрирую вот мука вот у меня здесь ваниль одно яйцо полкило творога и сахар ну собственно следующее действие этому берем миску и все перечисленные мною ингредиенты отправляем в нее и перемешиваем так ну что все наши ингредиенты достаточно хорошо перемешано они приобрели нужную консистенцию и следующий этап мы берем муку присыпаем поверхность где собственно и приступим к лепке ну что мы раскатали вот такую вот колбаску с вами да и сейчас будем делить ее на порции равнозначные из которых будем лепить наши сырники ну что на глаз сначала делим пополам визуально и потом каждую часть где-то получается на 4 штуки 1 2 3 получается 4 сырника с одной стороны и 4 сырника с другой стороны режем с другой стороны и 2 3 4 5 6 7 8 получается Смотрите продолжение в следующей серии. Ну что, мы слепили сырники. Берем две сковородки, разогреваем их, смазываем поверхность маслом. Я обязательно использую салфетку, чтобы убрать излишки масла. Они нам не к чему, как вы понимаете. Ну что, наши сырники уже готовы, и сейчас я их выложу на тарелку. Ну, сырники у нас получились отличной формы. Главное, что они не жирные, потому что, если вы помните, мы убрали максимальное количество масла со сковородки. Ну и дадим им немного остыть. Понравилось ли вам это видео, продолжать ли мне выкладывать свои кулинарные влоги. И также обязательно напишите мне, если попробуете сделать сырники по этому рецепту, получилось у вас или нет. Мне очень интересно знать. Слушайте, я что-то здесь нашла еще. Значит, сахарная пудра с ванилью и кардамоном. Мне кажется, сейчас будет полнейший экстаз. С чем сырники можно подавать? Со сметаной, со сгущенкой, с каким-нибудь джемом. Я очень люблю какой-нибудь джем с апельсиновыми корочками. Обожаю. Что еще? Ягоды, конечно же. Обнимаю вас, целую крепко и очень люблю. Не унывайте, несмотря на карантин. Для чего-то нам это сейчас дано. Факт. Ну а теперь, дамы и господа, обратимся за мнением к главному критику. Жду, жду замиранием сердца. Так. Кажется, у нас все получилось. Ну что, друзья, как и обещала, я в процессе приготовления отвечу на ваши вопросы, которые вы мне задавали под постом. Я выбрала несколько самых интересных, и с удовольствием на них отвечу прямо сейчас. Если бы существовала машина времени, я бы очень хотела пообщаться со своими предками очень сильно. И также я бы хотела иметь возможность повлиять на какие-то страшные исторические события, чтобы они не случились. Хотя во всех фантастических фильмах говорится о том, что ни в коем случае нельзя менять ход истории. Я бы однозначно хотела этот день проводить с людьми, которых я очень сильно люблю. Я бы хотела этих людей обязательно накормить едой собственного приготовления. Также, безусловно, я бы хотела этот день провести на сцене, потому что музыка – это моя жизнь, это мой кислород. Прозвучал вопрос, как добиться успеха? Все очень просто. Работать, работать и еще раз работать. Других вариантов нет. Если только у вас есть какие-то безумные связи или огромный капитал, то, может быть, это как-то вам поможет. Но если этих составляющих нет, то нужно очень много работать. И самое главное – страстно верить в свою мечту. И каждый день, абсолютно каждый день делать что-то для ее исполнения. Тогда у вас получится. Но я бы рекомендовала от таких друзей избавиться, потому что если ваш друг делает вам больно, еще и на регулярной основе, то плохие дела у такой дружбы. Зачем такие друзья? Вы знаете, в вопросе звучат уже, мне кажется, такие взаимоисключающие для меня, по крайней мере, понятия. Потому что людей, которых я уважаю, их не так много. И это совсем не те люди, которые будут сплетничать и которые будут иметь наглость говорить в моем присутствии какие-то нелицеприятные вещи о моих близких друзьях. Но я понимаю, что в жизни может случиться всякое. И если это случится, то я остановлю этого человека и скажу, что это неприлично. Как-то так. Ну что, спасибо всем, кто досмотрел даже по скриптам. Желаю всем прекрасного настроения. И уже начинаю придумывать какое-нибудь новое блюдо, которым с вами с удовольствием поделюсь. Пока. Целую.